Насколько нам говорил Валентин Иванов, такие пенальти считаются мутными и сейчас в Европе не ставят. Но Виктор Каши решил иначе, поэтому Чичарито против бойца Хащенстова. На четвертой минуте Байер имеет прекрасный шанс выйти вперед. Удар и 1-0. Байер открывает счет в этом матче. Чичарито. К этому голу полномерно, я вам сказать, любая рука в штрафной это пенальти. Тогда не было бы никаких вопросов. Сейчас, когда постоянно меняются трактовки, очень сложно определить, где должен быть пенальти, а где нет. В данном случае Виктор Каши решил, что некий умысел, а возможно и просто защитников у Ромы. В прошлом сезоне гигантское количество сочетаний было попробовано, а сейчас Рома сама себе привозит атаку. По штрафную классно забивать нужно. Со второй попытки, ничего себе, что происходит вообще. Чичарито оформляет дубль. Защита Ромы сыграла сейчас катастрофически плохо. Мне даже показалось, что они все решили, что офсайд. Потому что, ну хорошо, первый удар Чичарито и его атаковать. И это Люка Динь, которого очень легко опережает Камполь. Чичарито назад. И посмотрите, какая передача. Конечно, никакого офсайда. Антонио Рюдигер просто смотрел футбол. И посмотрите, и дальше продолжал смотреть футбол. Катастрофа. Я думаю, что если бы это было где-нибудь во второй лиге чемпионата России, то точно бы все посчитали, что Рома матч сдает. Дубайра. Войцах, Щенсны, я думаю, в разделе. Фактически в дубле его раскопали. Ну плюс он там в аренде в Лече действовал. Подача была закручена в сторону ворот. Вернк Лену выбил недалеко. Опасно, забивать можно. И 2-1. Отыгрывает один няч Рома Даниэль Дероси. Капитану Футуру возвращает интригу. И это хорошо, потому что, кажется, так что... Спасибо, Дероси. Свечку зажег Лену. Не было офсайда здесь. Здесь задержался топ-рак. И не успел помочь. Он же потом, когда сквозь Лена мяч прокатился в сторону линии ворот. Тоже, наверное, это ошибка центрального защитника. Ну, точнее, в данном случае опорника. И будет, скорее всего, подавать. Антон Рюдигер с улыбкой воспринимает то, что ему тут мешают. А Пьянич навешивает. Здорово! Забить! 2-2! Даниэль Дероси дублем своим отвечает на дубль Чичарито. Какой матч! Руди Феллер, игравший. Дероси сделал дубль. Это ж вообще событие из красной книги. У Жервиньо было положение вне игры. Но он мяча и не касался. И более того, не мешал соперникам. А вот Дероси выскочил и за спин. И коленом внес буквально этот мяч в ворота. 2-2! Очень быстро Рома сумела вернуться. И мне кажется, в Берн-де-Лено. Удар! Гол! Миролем Пьянич! 3-2 в пользу Ромы! Я не устану, не устану восхищаться решением ФИФА. Если мы после этого видели вот такой галешник Пьянича. Красотища! Когда человек умеет бить, если стенка стоит на положенном расстоянии, все. Для него это почти пенальти. Даст надежен в центре Пьянич. Хороший пас на ход Жервиньо. Жервиньо ставит корпус. Есть поддержка. Яго Фальки рядом. Жервиньо должен поднять голову. Он этого не делает. А вот теперь катит. И Яго Фальки забивает. Гол! 4-2! 4-2 в пользу Ромы! И это тоже еще не победа. Я не буду говорить этого, потому что в этом матче может случиться все, что угодно. Но Рома после двух пропущенных забивает 4 сама. Негодует Берн-Глен. Команда сумасшедшая просто. Никакого офсайда здесь нет. Пас Миролема Пьянича. Ровно той силы, которая и была нужна. Жервиньо разбирается элементарно с Джонатаном Таа. И катит очень удобно мяч под левую ногу Яго Фальки. Очень ведь важно еще знать, какой ногой предпочитает играть твой партнер. Настолько удобный был этот пас от Жервиньо, что кажется, это давал не он его. Как будто вместе с передачей от Пьянича и дух боснийца вселился в Жервиньо. И опять сбиться на навес. Но почему нет? А можно на Бранта сыграть, а он здесь один. Задянулся эта передача очень сильно. Донатик, Камполь подхватывает. Удар с левой ноги в дальний угол. Голешник какой! Мама моя, Кевин Камполь! У-ху-ху! 3-4! Я же говорил, что они еще забьют! А вот теперь нас сам обещают. Кевин Камполь! До конца сохранявший настрой. Под перекладину и даже от перекладины ничего не может сделать двойцах щетц на идеальной траектории удара. Проходит этот матч 3-4! На кураже должен Байер вперед идти. Камполь. Одного обыграл. Прошел дальше. Павш в штрафную. Проходит Вендер. Прострел! И 4-4! Я сейчас забегу из комментаторской! 4-4! За минуту Байер забивает два! Лучший матч! Но очень нерешительно. Камполь проходит дальше. Одного обыграл. И пас. Нет ассайда. Опять Рюдигер. Но как же можно так не выдерживать линию? Ладно, бог с ним. Люкади не закрывает Мехмеди. Это он забивает. Четвертый гол. Адмир Мехмеди.